Суд величественно начнется. Придут ангелы рядами. Когда отчет закончится, и людей ввергнут в ад или отправят в рай, и самый тяжкий момент — это приход адского огня. Из огня высунется шея с двумя глазами, способными видеть, и двумя ушами, способными слышать, и языком, способным говорить. Огонь этот не просто какая-нибудь яма, это бушующий неистовый зверь, у которого 70 тысяч поводьев. За каждый повод его будут волочить 70 тысяч ангелов. Нет более страшного и ужасающего зрелища. Пророк А.С. говорил Умару, да будет доволен им Аллах, если даже ты совершишь благодеяние с 70 пророков, то ты все равно будешь бояться. Каждое создание Аллаха, пророки и праведники, уверовавшие и неуверовавшие, упадут в этот день на колени, и будут молить Аллаха о спасении. Адский огонь будет бушевать и посмотрит по сторонам. Люди будут смотреть в пол, и от страха не смогут поднять глаза. О, дети Адамы, разве вы не были предупреждены от служения шайтану? Вы должны служить только Аллаху, и это прямой путь. Разве ты этого не понимал? Разве ты этого не знал? Пусть Аллах нас сохранит. Судный день наступит, и небо станет темным. Каждый получит свою книгу деяний. И ты осведомлен, что если ты получишь книгу с правой стороны, то ты в безопасности. Однако если получишь ее с левой стороны, ты несчастен. Некоторые люди будут прятать левую руку сзади себя, будто нет другого варианта, кроме как получение книги через правую руку. Уверовавшие и совершавшие благие деяния будут радоваться, а те, кто грешил и не уверовал, будут пытаться спрятать свою книгу за собой, но она переместится им в левую руку. В Священном Коране говорится Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они будут свидетельствовать против него. И первое, что человек скажет, это проклятие на свое же тело. Он скажет, я ведь хотел спасти вас от огня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие братья и сестры, я хочу попросить вас об одном. Прямо сейчас повторите La ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammad ar rasulullah Что касается группы людей, которые покинут ад последними, а не те, кого сохранил ар-рахман. Посланник Аллаху сказал в хадисе, переданном от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. Последний человек, который выйдет из ада и зайдет в райскую обитель, будет временами идти, а временами падать лицом вниз. Иногда по его лицу будет бить огонь. Когда он пройдет огонь, скажет насколько велик Всевышний Аллах, который спас меня от тебя. Несомненно, Всевышний одарил меня тем, чем никто из первых и последующих не удостаивался. Далее ему укажут на одно дерево и он скажет «О мой Господь, дай мне возможность приблизиться к этому дереву, пользоваться его тенью и испить его воду». Всевышний Аллах ответит «О сын Адама, я знаю о том, что если я выполню твои пожелания, ты еще захочешь». А этот человек скажет в ответ «Нет, не пожелаю, о мой Господь». Далее этот человек дает обещание Всевышнему Аллаху, что больше ничего не попросит. Он увидит то, к чему он не может проявить терпение и оно станет для него оправданием перед его Господом. После этого Всевышний Аллах приблизит его к дереву, он окажется под его тенью и выпьет воду из него. Ему покажут более красивое дерево и он снова обратит свой взор к Аллаху. «О мой Господь, приблизь меня к этому дереву, дай мне возможность пользоваться его тенью и испить его воду, после этого я ни о чем не буду просить тебя». Всевышний Аллах скажет «О сын Адамы, ты же дал обещание, что больше ни о чем не попросишь меня. Если я дам тебе возможность приблизиться к этому дереву, ты ведь попросишь еще». Этот человек еще раз даст слово, что больше ничего не попросит. Он во второй раз увидит то, к чему он не может проявить терпение, и оно станет для него оправданием перед его Господом. После его просьбы, Всевышний Аллах приблизит его к дереву, даст возможность оказаться под его тенью и испить его воду. Потом рядом с вратами рая покажут более красивое дерево, чем предыдущее, и он еще раз обратится к Всевышнему Аллаху с просьбой «О мой Господь, приблизь меня к этому дереву, дай мне возможность пользоваться его тенью и испить его воду, после этого я ни о чем не буду просить тебя». Всевышний Аллах скажет «О сын Адама, разве ты не давал обещание, что больше ни о чем не попросишь меня?» Раб скажет «Да, о мой Господь, я больше ни о чем не буду просить тебя». Из-за того, что он увидел то, к чему он не может проявить терпение в третий раз, его желание станет для него оправданием перед его Господом. Всевышний Аллах приблизит его к этому дереву, после того, как он приблизился к этому дереву, он услышит голоса обитателей райских садов и снова обратится с мольбой к Аллаху «О мой Господь, я желаю переселиться сюда». Всевышний Аллах ответит ему «О сын Адама, когда же ты прекратишь свои желания? Если я дарю тебя всеми мирскими благами и еще раз дам тому подобное, будешь ли ты доволен?» Радость затмит его разум, и он скажет «О мой Господь, будучи Господом миров, издеваешься ли ты надо мной?» Всевышний Аллах скажет ему в ответ «Я не издеваюсь над тобой, но я обладаю мощью и силой сделать все то, что я пожелаю». После этого Всевышний Аллах скажет «Иди, зайди в райскую обитель, для тебя уготованы райские сады размером десять земных шаров». Рядом с Хасану аль-Басри, рахимахллах, произошел разговор, где говорили о том, что последнего человека, который выйдет из ада, будут звать Ханнад, и он прибудет в адском пламени тысячу лет. Несмотря на это, он не потеряет надежду на спасение и будет вызывать «Я ханнан, я маннан». Услышав этот рассказ, Хасан аль-Басри, рахимахллах, заплачет «Как бы я хотел быть Ханнадом». Люди в его окружении были крайне удивлены его поведением. Тогда он сказал «Горе вам, разве он не выйдет в один день? Его спасение гарантировано, а мое нет». Бойтесь огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, быть может, вы будете помилованы. Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а кто не сможет и этого, то хотя бы благим словом.